Закон и последствия для тех, кто его нарушил, ЧП и резонансные события. Об этом рассказываем в нашей передаче. Приветствую всех! Стало известно, что в Пинске пресекли деятельность порностудии, которую у себя дома организовала местная жительница. 40-летняя пинчанка снимала видео интимного характера с собственным участием и распространяла его. Это установили оперативники в сфере нравов Управления внутренних дел Бабруйского горосполкома и их коллеги из Пинского РОВД. Женщина позировала на камеру и делилась хом-видео за денежное вознаграждение. Для любителей клубнички была установлена определенная такса. Преступную деятельность женщина начала в сентябре 2022 года, организовав у себя дома порностудию, где снимала и изготавливала ролики интимного характера. При обыске была обнаружена компьютерная техника, фото и видеоаппаратура, соответствующие декорации и реквизит. Для распространения контента она создала закрытый телеграм-канал. Подписка на него была платной. Стоимость за доступ в зависимости от контента варьировалась от 25 до 70 рублей. На какую сумму женщине удалось обогатиться в своем деле? Не указывается, но известно, что Пинчанке придется ответить по закону. На нее было заведено уголовное дело. За выбор такого нетрадиционного вида деятельности и заработка на нем грозит до 4 лет лишения свободы. Возможно, жительница нашего города будет не единственной, кто может угодить за решетку за свой проступок. Недавно оперативники в сфере нравов УВД Брещины совместно с коллегами из Барановичского ГУВД выявили еще одну порностудию на дому. В этом случае ее организаторы – молодая семейная пара, которая занималась торговлей в виде порнографического содержания, изготовленного у себя в квартире. В Брестской области, в том числе в Пинске, участились случаи обмана в ходе покупки товаров в сети интернет. Своих денег лишались те, кто захотел сделать приобретение в Инстаграм. Вот один из примеров, которых только в нашем городе уже более десятка. Пинчанке приглянулись спортивные штаны по соблазняющей цене всего за 145 рублей. По ее заявлению, продавец настоял сделать стопроцентную предоплату, но товар не предоставил. Стал вопрос о возврате денег, в ходе которого обман продолжился. Покупательницы скинули фальшивую ссылку. Благодаря ей вскоре получили реквизиты банковской карты и почистили ее. Данный вид мошенничеств актуален. Так, граждане в Инстаграм находят рекламные объявления о продаже одежды либо обуви. При этом на странице мошенников десятки тысяч фейковых подписчиков. При общении в директе их информируют, что в их интернет-магазине в настоящее время проходит акция для привлечения новых покупателей. Далее просят произвести предоплату, так как предложение ограничено и понравившийся товар могут быстро купить. В еще одном случае жительница Пинска решила через интернет купить машину. Нашла интересующее предложение, опять же устраивала низкая цена на авто. Связалась по мессенджеру с продавцом, перечислила ему 9 тысяч рублей. А тут и был таков. Теперь мошенник в розыске. К слову, один из таких, Остапов Бендеров, недавно попал в руки правоохранителей. Жителя деревни Высокое под конвоем доставили в прокуратуру, где он рассказал, как выступил в роли курьера. Помог своим подельникам завладеть сбережениями пенсионерки из Пинска. Схема обмана уже давно известна стражам закона и тем, кто не пропускает информацию о популярных в нынешнее время преступлениях. Виноват. Это молодой человек не отрицал. Поведал, что накануне неизвестный прислал ему в мессенджере предложение побыть в роли курьера. И почти ничего не делая, пополнить свой кошелек. Не имеющий постоянного заработка сельчанин согласился. Он хотел немного заработать. Понятно, сколько обещали? 250. Чего? Работает. Такую сумму признался парень. Он, трудясь участника, зарабатывал бы неделю. Потому и пошел на риск. Мы понимали, что ответственность может грозить. Я понимал. Прямо в кабинете заместителя Пинского межрайонного прокурора молодому человеку вынесли постановление о заключении его под стражу до решения суда. Вызвано это в первую очередь тяжесть совершенных противоправных действий размером причиненного ущерба и тем, что санкция самого преступления, опять-таки, хочется напомнить о том, что предусматривает максимальный вид наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Соответственно, в том числе включает дополнительное наказания в виде штрафа в связи с наличием у человека, у злоумышленника каких-либо корыстных побуждений. Нашел чужой кошелек и стал фигурантом уголовного дела. За присвоенное имущество грозит наказание. И об этом стоит помнить. 73-летний мужчина обнаружил в магазине забытое портмоне, вместо того, чтобы отдать его на кассу или отнести находку в милицию, пенсионер забирает кошелек со 146 рублями себе и не подозревает, что в этот момент попал на видео. Оно-то и помогло отыскать недобросовестного человека, ставшего фигурантом уголовного дела за кражу. Находясь в общественном месте, необходимо помнить об общепринятых правилах и нормах поведения. Сотрудники следственного комитета разбираются в одной из историй. Магазин соседей. Пара молодых людей проходит мимо полки с товаром, и вдруг один из них зачем-то бьет кулаком по выставленной продукции. Что в ней могло не понравиться, охрана торгового объекта не стала разбираться. А как полагается, вызвала для этого милицию. Выяснилось, что Буян был пьян, и вот таким образом решил показать свою силу или же боксерские навыки. В любом случае, это недопустимо. Мужчина, находясь в общественном месте, в присутствии посторонних граждан, проявляя свою пьяную удаль, игнорируя общепринятые нормы и правила поведения в обществе, без какой-либо на то причины нанес удар рукой по товару, установленному на витрине. В результате чего повредил его. В ходе производства первоначальных следственных действий, подзреваем, признал вину в совершении хулиганских действий. С учетом личности, подзреваем, в отношении его избраны меры песечения в виде домашнего ареста. Причиненный магазину ущерб невелик, чуть более 10 рублей. Однако усматривается элементарное хулиганство со стороны парня. Максимальное наказание за такую выходку, говорит Алексей Вечерко, может быть до трех лет лишения свободы. Легкая нажива для воров. В Пинске зафиксированы новые случаи краж велосипедов. Сотрудники милиции разыскивают похищенное двухколесное имущество, но и пеняют на беспечность его владельцев, которые не предприняли меры для того, чтобы этого не случилось. Отскочил на минутку в магазин, бросил велосипед без присмотра у подъезда или хранишь его в свободном доступе на лестничной площадке – этим и пользуются воры. Камеры видеонаблюдения, конечно же, могут снять процесс хищения, но и злоумышленники хитрые, скрывают лица и действуют быстро. На сегодня в городе зафиксировано шесть фактов кражи велосипедов. Два из них произошли в апреле. Современные воры не гнушаются кражей любых велосипедов, даже, казалось бы, вот таких раритетных, к примеру, как данная модель, украшен по-особому. Ну, если вор стащит, его много, конечно, не выручит, но, тем не менее, он станет его имуществом, а не владельца. Северо-западный участок города. На его территории в последнее время краж велосипедов не происходила. Может, потому, что местные жители берегут свое имущество. Я лучше его домой завожу, чтобы не украли что-нибудь, не отломали, не открутили колеса. Я его уложу в гараж, у меня есть частный дом. У меня в частном доме есть и гараж. Ну, я его туда запираю, и на замок. Ну, я и так тоже. У меня есть кодовый замок и один замок. Иногда мы с ним катаемся на великах, у него иногда замка нет, и специально для него. Замыкаю, на замок пишу. А дома, если приезжаете, тоже? Дома в сарае на замок ставлю. Все эти способы правильные, говорит участковый инспектор милиции Леонид Шелудько, проводя на своем участке предупредительную работу. У каждого хотя бы элементарный замок должен быть для своего велосипеда. Его как раз собирается приобрести и Карина Климовец, и сразу же беспокоится о сохранности будущей покупки. Возьмет замок, да понадежнее. Ну, надежные, они более сложно вскрываются. А если такие легкие, то там вскрыть и украсть легко. Среди твоих, возможно, друзей, подруг, знакомых, близких, были ли случаи, что у них воровали велосипед? Были. Расскажи. У подруги был велосипед, оставляла в подъезде, чисто без ключа, без этой всей. И у нее своровали велосипед, чисто с подъезда увезли. И все, его искали, но не нашли. На самом деле, даже самый простой и недорогой замок подойдет для того, чтобы вор не мог с легкостью завладеть велосипедом. В каждом есть свои плюсы, есть свои минусы. Ну, и так, и так выполняют функцию. Вот такой замок. Даже есть фактор – это толщина замка. То есть не каждый сможет его перекусить, например. Есть и какие-то недоброжелатели. То есть чем толще замок, соответственно, тем он считается более надежным. Поэтому по толще замок, конечно, тоже получше будет, но функцию выполняют все замки, повторюсь еще раз. То есть там материал такой, что не так-то легко перекусить даже самый тонкий замок. Не стоит забывать и о том, что похитители велосипедов могут действовать и более профессионально. Имеют для совершения кражи специальное оборудование, к примеру, мощные кусачки, которые справятся даже с очень надежным замком. Тогда, если ваш велосипед все же увели, немедлите. Необходимо обращаться в милицию, в первую очередь. Во-вторых, чтобы было его проще разыскать. Главное – найти преступника. Его необходимо оставлять под тем местом, где имеется наружная камера в видеонаблюдении. Сфотографировать его еще можно, чтобы легче было приметы его, чтобы легче было его найти. Возгорание общественного транспорта, пожары в жилых домах с гибелью людей – такова статистика за последнее время, предоставленная подразделениями МЧС нашего и соседних регионов. На Луни-Нечине сразу две жертвы огня. 1 мая рано утром полыхнул жилой дом в агрогородке Бостынь. К приезду спасателей строения горело внутри и снаружи. Одного из погибших огнеборцы обнаружили на улице вблизи дома, а в его коридоре – хозяйку жилья без признаков жизни. Причины трагедии выясняются. Неизвестно, почему произошло несколько пожаров в Пинске и Пинском районе, где тоже значатся жертвы стихии. 28 апреля не было шансов выжить у хозяина дома, расположенного по городской улице Доватора. На руках спасатели вынесли мужчину из горящего дома на чистый воздух, но было уже поздно. А днём ранее в Лосичах под завалами уничтоженного огнём жилого строения был обнаружен труп сельчанина. Таким образом, на территории города и района уже произошло более 30 пожаров, на которых погибло 8 человек. Жертва огня по сравнению с прошлым годом стала вдвое больше. Пинский городел по чрезвычайным ситуациям напоминает гражданам о том, что их личная безопасность превыше всего. Необходимо выполнять правила безопасности. Если курите, то курение должно быть в специально отведённом месте. Обязательно потушить окурок, не курить ни в коем случае в постели. Состояние алкогольного опьянения и курения, как итог, потом приводят к таким возможным печальным последствиям. Чтобы повлиять на нерадующую статистику, сотрудники местного отдела по ЧС и их коллеги предпринимают как можно больше профилактических мер. Но, как говорится, не всё от спасателей зависит. Ещё одна огненная ЧП имела место в Пинском районе. Не доехал до пункта назначения маршрутный автобус. Загорелся прямо на дороге вблизи посёлка Садовый. Сообщается, что в тот момент в салоне МАЗа были пассажиры. Они успели эвакуироваться до прибытия спасателей, потому никто из людей не пострадал. Спасателями возгорание скоро было ликвидировано. Напоминаю, что увидеть выпуски нашей программы можно в сети интернет. А пока прощаюсь с вами. До новых встреч на нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова